С наводнением в Беляевском районе борется 93 спасателя и 25 единиц техники. За этой сухой статистикой прячется полевой лагерь, в котором сосредоточены все эти силы. Здесь царят настоящие военные порядки. При входе часовой люди с одной стороны, техника с другой и четкий распорядок дня. За пять дней спасателям удалось укрепить дамбу, но пока прогноз погоды неутешителен. И угроза прибытия большой воды все еще сохраняется. Спасатели расположились в 400 метрах от села Яськино, бывшей машино-тракторной станции. Здесь не только нужные площади, но и выгодное тактическое положение. Лагерь развернут на высоте, с которой удобно оперативно отправлять группы к опасным участкам. Сейчас обстановка проще. Спасатели успели укрепить дамбы и эвакуировать людей и скот с подтопленных территорий. Как это произошло на острове Турунчук, там пришлось задействовать плавающий транспортер. Там залишились на пасовищи пять местных жителей Троицкого и домашний скот. С использованием плавающего транспортера, гусеничного, мы забрали святителя людей, эвакуировались вельских тварин, надали допомогу людям, сберегли их майно. Чтобы укрепить дамбу вокруг села, у спасателей ушло больше 600 мешков с песком. Часто дамбы приходится расчищать от сетей рыбаков, искусственных заводей и труб, по которым вода поступает на огороды. Все тут в ГСЧС. Весь район ответственности разделили на семь зон. Их постоянно патрулируют четыре оперативные группы. Среди стандартного набора тяжелой техники и мотопомп в арсенале у спасателей есть и вот такая уникальная техника – аэроглиссер. Это многофункциональный аэроглиссер, который выполняет работу, который может переселиться по болотному местности. Его максимальная скорость 110 км в час. Дуже хорошо помогает в льот. В березнях месяц проводились навчания с подобной тематикой по затопленню лиману. Аэроглиссер, его была боевая задача – перевезение особого склада, подвезение каких-то продуктов харчувания, если была проблема дойти до пострадавших. Бит полевого лагеря прост и регламентирован. Работа с техникой, обед из полевой кухни, построение, наряды, выезды. Недолго погостив у спасателей, отправляемся в село. Местные говорят, что большой воды боятся, особенно не хотят повторения наводнения десятилетней давности. Тогда сильно затопило огороды. Сейчас многие действуют на опережение. Боимся. Я не боюсь, но люди некоторые моторы вытаскивают, которые поливают там. Картошку выкапывают, потому что боятся затопить. Каждый по-своему, ну что я могу сказать. Ну так, соседи там, одни говорят, выкапываем, другие говорят, ничего страшного, пусть растет. Ну каждый по-своему рассуждает, что можно сказать. Возле села Яськи проходят две реки – Турунчук и Шпаково. Пока из берегов они не выходят, но постоянная угроза их разлива сохраняется. Воду здесь боятся сильно, ведь Яськи – знаменитый помидорный край, и овощи могут не пережить наводнения. Больше всего местные переживают не за то, что могут пострадать их дома, а за то, что большая вода может уничтожить их главный финансовый источник – это помидорное хозяйство. Сейчас в селе вот таких теплиц больше сотни. И если вода их затопит, то убытки для местных будут колоссальными. Сергей с супругой содержит четыре теплицы, три из них с помидорами. Если вода затопит хозяйство, то потери семьи составят около 20 тонн урожая. Год работы на смарку. Это начинается с зимы, вырастет сенку, рассаду, это дрова, уголь. Потом надо брызгать их, удобрять, чтобы они вырастали. Полив. Ну и плюс работа. Все выкиснет и все. Они опустят уши и все. Повянут. Больше нет их. И ваш основной заработок. Да, но это в основном, это вся такая работа. Люди надеются, что наводнения не будет и большая вода обойдет стороной их хозяйства. Вот только у природы пока другие планы. За сутки Днестр и Турунчук поднялись на 10-15 сантиметров. В соседнем Троицком до критической отметки осталось все те же 15 сантиметров. Вместе с ним в опасной зоне остаются Беляевка, Маяки и Яськи. А также отдельные участки трассы Одесса-Рени. Юлиан Аксенов, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.